ГТРК «Чувашия» и «Школа идеального веса» Елена Хохловой представляют. Меня зовут Мария. Я любящая мама и любящая бабушка. Когда наша компания объявила о начале проекта, я была первая, кто записался. Превосходное питание – это для меня энергия. Это гладкая кожа. Это значит наслаждаться огуречным рисом, пюре с корной сельдерей и тыквой. Пить много воды, есть много фруктов. Они являются незаменимым источником витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Ммм, очень вкусно. Моя цель – научиться правильно питаться. Придерживаться здорового образа жизни и сделать это привычкой. И еще моя цель – сбросить 8 килограммов. Я уверена, что этот проект будет просто фантастическим. Генеральный партнер проекта – профессиональная стоматология «Дентомед». Участницы телепроекта «Превосходное питание. Преображение» уже могут похвастаться первыми заметными результатами. А сейчас им предстоит очередное занятие с диетологом Еленой Хохловой. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем наше второе занятие. Елена Хохлова. Доктор медицинских наук, врач-диетолог, член Национального общества диетологов и Европейской академии естественных наук. Автор более 80 статей, 4 патентов и 2 книг. «Вам можно есть все» и «Особенность питания населения Чувашской республики». Эксперт интернет-проекта Юлии Высоцкой. Выпускница итальянской школы Гарвардского университета. Автор метода управления весом без ограничений и онлайн-марафона «Пора стройнеть». Проблемами питания занимается около 20 лет. Сегодня у нас уже есть у участниц первые результаты. Итак, друзья, как ваши дела? У нас прошли праздники. Что же мы получили в результате за эти дни? Отвес. После первого занятия именно с Еленой у меня ушел килограмм. С начала проекта у меня ушло 3 килограмма. Для меня это я узнала сегодня утром, встав на весы и увидев 67. Я никогда не видела на своих весах цифру, начинающуюся не с 7 или с 8, а с 6. Для меня вообще прям радость несусветная. Прошло всего лишь там несколько дней. Минус 1 – это огромный результат для меня. Вообще праздники для стройности не помеха. Это заблуждение, что в празднике мы просто обязаны набирать вес. Еще какие у нас результаты? Килограмм. Килограмм у Ларисы. Прекрасно. Очень здорово. Килограмм. Но это не за праздники, наверное, а за весь период. Результат, конечно, хороший. Сама даже не ожидала. Сначала проекта я похудела на 2,5 килограмма. Сама не ожидала. И влезла в платье, которое не могла позволить себе одеть уже, наверное, год. Дети пока не заметили, но муж немножко стал замечать, поскольку я в платье влезла. Я же сказала ему, что я влезла в платье. Он похвалил уже и говорит, ну, ты, наверное, в пути. Любой ваш ответ – это победа. И я сразу вас хочу попросить не сравнивать себя друг с другом. Это вот ваш результат. Так, Катя? Килограмм. Килограмм. Но при этом, мне кажется, я стала больше кушать даже. Раньше я действительно как-то во всем себя ограничивала. Утром вот не завтракала, только кофе. А сейчас я постоянно завтракаю, и я вижу, что я при этом худею. То есть если есть правильно, то в таком случае организм будет сам регулировать массу тела. Нам мешает в регуляции собственной идеальной массы тела только то, что мы едим неправильно. У меня килограмм тоже. Я начала есть тоже, как и Катя. Не могу сказать, что больше, но начала есть чаще, потому что я себе позволяю перекусы. Тем более, что я слежу, я знаю, какие перекусы можно. И я очень активно стала заниматься спортом. Я не сравню каждый день, но по сравнению с началом проекта у меня результат, наверное, ну, полтора килограмма точно. Отлично. И я еще меряю обхват талии. Он уменьшился на 10 сантиметров. Это вообще для меня чудо. Это действительно 10 сантиметров. Я сама поражена. Причем здесь, конечно, идет комплекс. Комплекс и спорт, и движение, и мотивация, участие в проекте, и правильное питание, правильный рацион. И, конечно, то, что сейчас прием еды перестал быть процедурой, а стал церемонией. Наш телепроект дает участницам такую возможность активно заниматься спортом. Они начали двигаться, и это, конечно, нам помогает. Мы приготовили для наших участниц большой сюрприз. Это настоящий загородный пикник. Сегодня им предстоят истинные русские забавы и развлечения. Еще они будут готовить шашлык. Ну, а что вы так смотрите? Диетолог разрешает. Я. Ехай, поехали. Едать. Дорогие участницы, наш диетолог Елена Хохлова незримо присутствует с нами сегодня, и она подготовила для нас послание. Давайте посмотрим. Выезжая на шашлыки, помните о нескольких правилах. Во-первых, мясо не обязательно должно быть жирное. Это может быть и курица, и даже рыба. Во-вторых, соусы лучше делать самим. Например, смешайте сметану, чеснок и мелкопорубленную зелень. Но и главное, обязательно возьмите с собой побольше свежих овощей. В соответствии со всеми рекомендациями Елены отправляемся готовить шашлыки. Ура! Пойдемте. Пойдемте. Девочки, давайте приготовим с вами соус песто. Юля, бери нож, ты будешь мне помогать. Отлично. Берем базилик. Базилик. О, шикарно. Мелко его нарезаем. Конечно, дома-то мы можем все это сделать блендером, но сейчас просто нож. Мы на природе. Кедровые орешки. Здесь, конечно, будут сложнее, но я думаю, ты справишься. Базилик, чеснок, кедровые орешки. Все это мы заправляем оливковым маслом и добавляем сок лимона. А давайте я все-таки растолку. Попробуй. Я вот только ради этого и согласилась. Я хочу вот такую штучку попробовать. Вообще, эта штучка у нас, она используется в баре для коктейлей. Но я думаю, ты будешь первой, кто сделает этим соус песто. А вообще, это верх ногами. Что я сказал? Верх ногами просто. Я и говорю, я же не той стороной делаю. Ну ладно. Так это как раз для коктейля, а это для песта. И поскольку у нас нет терки, мы все делаем ножом. Сегодня я, как истинный ресторатор, научила наших девочек готовить всеми любимый соус песто в полевых условиях. Сегодня, наверное, мы все поняли, что даже можно приготовить любой соус из тех продуктов, которые, в принципе, лежат в шаговой доступности от тебя. Девочка, давайте приготовим еще один соус на основе сметаны. Это будет острый соус с перцем чили. О, идеально! Елена Анатольевна, мы вас любим! Мы сегодня еще попробовали шашлык, который сделан был на кефире. Традиционно мы все замачиваем либо там в майонезе, как говорится, да, так вкуснее. Оказывается, он на кефире реально получился такой вот очень нежным. Сказочно, я бы сказала, вообще все сказочно. Эти лошади, это баня, это прогулка. Вообще все шикарно. Шашлыки просто отменные. Сначала мы провели самостоятельную прогулку по территории, погуляли, посмотрели на лошадей. После мы на них покатались, покормили, они такие славные. А теперь мы идем в баню на дровах. За улыбки героинь проекта «Превосходное питание и преображение» отвечает наш генеральный партнер. И сейчас участницам предстоит экскурсия, знакомство с врачами и викторина. Дорогие участницы, у меня для вас есть первый вопрос. Как вы думаете, что это такое? Ребята. Ребята. Какие вы молодцы. Откуда вы знаете и для чего он нужен? Там вот эта емкость, она снимается. Туда я наливаю, например, какой-то спрей для зубов, например, да, потом туда водичку, подключаю к электричеству, беру вот этот шнур и как бы полость рта полностью очищаю. Я это делаю на ночь обязательно, после еды обязательно я это делаю, потому что все маленькие частички между зубами, они просто убираются. Уважаемая дама, современные реалии таковы, что даже у молодых людей отсутствует один, два, три и более зубов. Как вы думаете, какие есть способы восстановления утраченных зубов? Имплантация. Очень хорошо. Можно зуб на нити поставить. Меня особенно обрадовало то, что вы первым пунктом назвали имплантацию. На самом деле это на сегодняшний день является одним из самых современных методов восстановления зубных рядов. А вы когда-нибудь слышали, что у улыбки есть возраст? Что же отличает молодую улыбку от возрастной? Это высота зубов. К сожалению, с возрастом наши зубы стираются. Еще один вопрос. Как вы думаете, как влияет стиль современного питания на развитие зубочерестной системы? Сейчас дети больше пьют соки, а они едят фрукты. А когда ты не жуешь то же самое яблоко, то у тебя не массируются десны, челюсть не работает. И это все как бы атрофируется и становится неправильный прикус. То, что современная молодежь питается более мягкой пищей, это, конечно, сказывается на развитии зубочерестной системы. Здравствуйте, дорогие участники. Я очень рад видеть вас нашей клинике и ответить на все ваши вопросы. Давайте продолжим тему. Как же влияет неправильное питание, мягкое питание на состояние зубочерестной системы и ее развитие? А можно я добавлю? Да, нам живут, да, живут. Вот, если человек раньше получал 100% сырую пищу, и мы увидели всегда на столе, вот, а овощи, фрукты мы сами с детства грызли, да? Сейчас же 80% пищи, наши дети получают термически обработанную. Поэтому и эту пищу жевать не надо, и надо глотать. Поэтому у нас страдает очень сильно зубочерестная система. Поэтому на это очень серьезное внимание надо обращать. Побывав сегодня здесь, я поняла и нам рассказали о том, что привлекательность внешняя – это не только тело и волосы, это еще и прекрасная улыбка и здоровые зубы. Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня мы с вами выполним комплекс упражнений, который доступен для каждого для выполнения дома. Повернитесь боком вместе со мной. Поставьте стопы под плечами. Хорошо. Поднимите руки вверх. И опустите их вниз. Не спеша, отводя таз назад, опускаемся вниз, а руки поднимаете выше. Как будто вы садитесь на стол, опустите еще таз назад. Назад, назад, назад. Слишком низко не уходите. А плечи расправьте, опустите вниз и поднимитесь наверх. Медленно. Как будто садитесь на стол, опускаете таз назад. Следите за тем, чтобы колени не уходили далеко вперед. И поднимитесь наверх. Спина ровная. Опуститесь вниз на вдохе. И поднимитесь наверх. Выполните 10 повторений и останьтесь внизу. Разверните ладони к полу. Соединяя лопатки, отведите локти назад. На вдохе выпрямите вперёд. Назад. Вперёд. Выполните 10 повторений. Локти назад. Вперёд. И ещё раз. Вперёд. Хорошо. У нас было домашнее задание. Посмотреть ролик, который выложен на ютубе. О том, как правильно жевать. До этого я поняла, что я глотала. Теперь я, значит, ем. Причём у меня много времени уходит. Если раньше быстро 10 минут поели, посуду убрали, чистый стол, пошли делать дальше. Теперь мне нужно 20 полчаса на всю эту процедуру сесть, поесть, прожевать. У вас начала, наконец-то, нормально перевариваться пища. Вообще не зря обеденный перерыв у нас не меньше 45 минут. Это не зря, потому что ГЗОД предусматривает согласование, в том числе и с Министерством здравоохранения, которые, конечно же, в курсе того, что жевать надо тщательно и есть надо правильно. И сложнее, наверное, изменить свои привычки. Перестать есть сладкое на ночь, перестать ужинное смотреть телевизор или листать ленту. Вот это, пожалуй, самое сложное. Но результаты вдохновляют на большее. Процесс преображения наши участницы продолжают на массажном столе. Какие виды массажа они испытали, смотрите прямо сейчас. Сегодня у Анны ручной массаж. Суть этого массажа заключается в воздействии на нервное окончание и активации кровообращения. Прилив крови тканям заставляет все процессы протекать быстрее, благодаря чему жировое отложение быстрее сгорают, выводятся шлаки и токсины. Наносим масло на всю поверхность кожи. При баночном массаже все движения производятся по массажным линиям. По завершении массажа мы наблюдаем гиперемию кожи. Гиперемия – это когда от покраснения кровь полностью наполняется по всей поверхности кожи. Эффект – это полное расслабление, тонизация кожи, снятие шлаков и токсинов, очень хороший лимфодренаж. ЛПГ массаж способствует быстрой коррекции фигуры. В процессе массажа выводятся шлаки и токсины, улучшается обмен веществ, меньше становится дряблость кожи, пропадает апельсиновая корка. Противопоказания ЛПГ – воспаление лимфатических узлов, грыжи, доброкачественные опухоли. Сейчас у меня вся кожа горит, естественно. Местами было больно, руки вот очень чувствительные, но я чувствую, что я худею. Внимание мамам! Чем полезен детский массаж и почему в это время года рекомендуется посещать селенную комнату, узнаем прямо сейчас. Все стены в комнате выложены из натуральной гималайской соли, что позволяет создавать в комнате максимально благоприятный для человека уровень влажности, давления и температуры. Насыщенный ионами соли воздух благотворно влияет на дренажную функцию бронхов, активирует защитные механизмы организма, укрепляет иммунитет, уменьшает воспалительные процессы в легких и дыхательных путях. Еще один из способов оздоровления детей является детский массаж. Благодаря детскому массажу у малыша стабилизируется нервная система, значительно укрепляется иммунитет, улучшается пищеварение, пропадают колики. Ребенок успокаивается и расслабляется перед сном, а также отлично устраняется стресс. Нормализуется состояние всех процессов в нервной системе, стимулирует приток крови.